Онкологические заболевания занимают второе место в структуре смертности населения Курганской области. Борьба со злокачественными новообразованиями является одной из приоритетных задач правительства региона и Департамента здравоохранения. В области утвержден план мероприятий по снижению смертности населения от злокачественных новообразований. Этот план согласован с Министерством здравоохранения Российской Федерации и главным специалистом по онкологии Российской Федерации. В регионе выстроена трехуровневая система оказания онкологической помощи населению. Функционирует 24 первичных онкологических кабинета. В лечебных учреждениях трудится 31 врач-онколог и радиотерапевт. Но нужно отметить, что обеспеченность населения специалистами-онкологами в области на сегодняшний день ниже, чем по Российской Федерации. Особое внимание уделяется ранней диагностике онкологических заболеваний. Для этого в регионе действует 13 смотровых кабинетов. За первое полугодие в них прошло обследование около 10 тысяч мужчин. Столько же, сколько за весь прошлый год. С 2017 года внедрены новые скрининговые исследования, которые позволяют диагностировать онкологические заболевания на ранней стадии. В группе риска находятся мужчины со стажем курения более 30 лет. С начала года обследованы более тысячи человек. У 22 выявлены злокачественные новообразования. В Курганском областном онкологическом диспансере проводят операции по удалению опухолей. Больных с особо сложными случаями направляют в другие регионы. В 2016 году направили 162 пациента. Из них 107 получили радикальное лечение. За первое полугодие 2017 года было направлено 176 пациентов, 111 пролечены. Благодаря принятым мерам показатели пятилетней выживаемости в Курганской области составляют 51%. В среднем по России около 53%. В области имеется все необходимое оборудование для оказания квалифицированной медицинской помощи по онкологии. В результате проведенных мероприятий показатель смертности населения от онкологии снизился по сравнению с 2015 годом на 11,5%. Рак – это не приговор. Он сегодня лечится. Самое главное – вовремя его диагностировать.